Кадеш, Урхац, Карпас, Яхац, Магид, Рохцо, Мойци, Мацо, Мороир, Койрех, Шульхан, Ойрех, Цафун, Борех, Халель, Нирцо. Что мы сейчас будем делать, ребята? Что? 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 Седер Песах. Седер Песах. Что такое Седер Песах? Сегодня 19 число месяца Ниссан, а 4 дня назад, 15 Ниссана, у нас был Седер Песах. И мы сейчас вспомним то, что мы делали на Седер Песах. Вот то, что я дома делал в Седер Песах. Ну, я вот в Седер Песах, мы на стульях не сидим в Седер Песах. Мы делаем Седер на полу. Ну, на ковре, разумеется, с подушками. Ну, понимаете, ну кто кушает сидя? Расскажите, пожалуйста, кто сидя кушает? Да я тоже уже стал, я привык тоже сидя кушать. Но на самом деле это очень вредно, кушать сидя. Раньше, раньше люди о своем здоровье заботились. Они кушали вот так вот, лежа на подушках. И все хорошо укладывалось здесь, да, и переваривалось. Ну, и все были здоровенькие, не то, что сегодня. Я прочитал 15 пунктов. Это называется Седер Песах, порядок, который мы должны выдержать. Ну, у нас дома это занимает, как вы думаете, сколько времени? 15 минут, 20, как вы думаете, сколько? Два часа. Два часа мы ведем Седер Песах, потом только начинаем трапезу. Но мы сегодня сделаем быстро. Мы два часа сделаем за 10 минут. Готовы? Кадеш. Кадеш мы произносим словами. Пока мы это не сделаем словами, это не сработает. Все, что в голове, это не работает. Нужно словами сказать, что сегодня праздник Песах, мы делаем кедуш. Мы делаем кедуш над бокалом вина, говорим благословение на вино, и после этого мы начинаем наш день. Мы начинаем с Седер Песах. 3334 года. Представляете? Сегодня 3334 год после выхода из Египта, если я не ошибаюсь. Надо проверить. Поехали дальше. Урхац. Что такое урхац? Что такое лирхоц? Вот что. Видите? Видите, что это? Это натлан. Знаем. А что внутри? Вода. Отлично. Сейчас что я сделаю? Смотрите, что я буду делать. Внимательно смотрите. Так, ребята, что я сделал? А зачем я это сделал? Я руки мыл уже 15 минут назад с мылом. Зачем я сейчас их помыл? Для того, чтобы вы спросили меня, а муре у вади, зачем вы руки моете? У вас чистые руки, зачем вы их моете еще раз? О благословении вы не говорите, как обычно, да, Кирилл? То есть все, что мы делаем сейчас, ребята, для того, чтобы вы спросили у меня. Потому что праздник Песох – это детский праздник. И у нас есть три митцвы, три заповеди, которые мы должны сделать сейчас. Первое – это скушать мацы. Второе – скушать марор. Мацу – это мы вышли из Египта. Марор – это мы помним, как нам горько было, не сладко было в Египте. И должны рассказать о выходе из Египта. Рассказать кому? Детям рассказать, понимаете? А чем дети отличаются от взрослых? Вот скажите, я вам скажу, чем мы, взрослые, отличаемся от детей. Нам, взрослым, бесполезно что-то говорить. Почему? Потому что мы умные, мы все знаем. Это взрослые. Бесполезно. А детям еще можно достучаться, что-то сказать. Но главное, чтобы у ребенка вопрос возник. Нет вопросов, нет ответов. Поэтому нам, наши мудрецы, говорят, никому ничего не доказывай. Бесполезно. Никто слушать не будет. Все умные. Вот если кто-то спросит тебя, обязательно отвечай. И так у нас у евреев принято. Мы, евреи, никому ничего не доказываем. Но если кто-то к нам приходит и что-то спрашивает, да, мы все отвечаем. Поэтому все люди делятся на четыре типа. Вот об этом мы будем говорить. На четыре типа делятся люди. Первый тип – это мудрые люди, то есть мудрые дети, которые учатся хорошо и стараются исполнять то, что от них требуют, и задают вопросы по делу. Есть негодяи, люди-негодяи, и дети, соответственно, тоже, которые тоже умные. Но они задают вопросы, чтобы напакостить, сделать, чтобы знать, как напакостить так, чтобы было по-настоящему плохо. Есть люди, соответственно, дети вот в этой пасхальной годе, которые называются там. Но ему как бы он простой человек, ему как бы его не трогай. И он не будет никому делать ни хорошо, ни плохо, он там. И он скажет, а что это у вас такое здесь, такое интересное сегодня вот в Песах? И тогда мы ему расскажем. А есть статьи, у которых нет вопросов. Даже вопросов у них нету. Да, такие тоже есть. Их на самом деле большинство. Нет вопросов, вопросов не возникает. Вот наша задача, задача учителя в еврейской школе, кстати, в настоящей еврейской школе, сделать так, чтобы у ребенка появился вопрос. Вот так меня учили, мои мудрецы, у которых я учился, у которых свои школы были. И так они меня учили. Учитель тот, кто так ведет урок, что у детей вопросы появляются. Вопросы, они спрашивают, спрашивают. Вот это самое главное. Есть вопрос, будет ответ. Нет вопросов, ничего сюда в голову не войдет. Дальше мы делаем так. Мы берем карпас. Карпас это обычно селери, селери сельдерей. Берем карпас, например, картошку, макаем в соленую воду, говорим благословение на нее. Для чего? А для того, чтобы дети спросили, папа, а что это ты взял, съел картошку, а кушать ты вроде не собираешься совсем. Яхоц. Яхоц. О, яхоц. Это очень важный момент. Яхоц. Это мы берем. Тут три мацы. Ну, четыре получилось. Три мацы. Я беру среднюю мацу, ломаю ее. Так. И прячу. Вот я ее прячу. Так я делал дома. Я ее прятал. Эту мацу я прятал. Так, чтобы никто не нашел. Так. Я ее прятал. Этот кусочек называется афикуман. Я его спрятал. Дальше магид. Магид. Это то, что значит леагид. Что значит леагид? Леагид. Сказать, рассказать. И дальше я рассказываю, читаю, рассказываю, как мы выходили из Египта. Долго рассказываю. Ну, около двух часов. И рассказываю. У меня ребенок поет. Рассказывает. Она к Песаху готовится. Поет. Рассказываем, рассказываем. Читаем. Вместе читаем. Вот. Видите, сколько я читаю? Я эту книжку купил, знаете, когда? Ровно 29 лет назад я купил эту книжку. Вот здесь написано. 29 лет назад купил я эту книжку. И каждый год я пишу, где я нахожусь в Песах. В этом году я нахожусь в Песах в Лаудер Скул. Лаудер Скул. Школа Лаудер. И дальше я читаем, рассказываем, читаем, рассказываем. Все, все, все про Седер Песах. Так, чтобы было интересно, чтобы вопросы появлялись. Как мы заканчиваем это? Мы говорим благословение на вино. И выпиваем второй бокал, над которым мы говорили, рассказывали, все, что мы делали, выходили из Египта. И вот так же, как бы, возлежа на левую сторону. Ну, почему на левую сторону, кстати? Потому что желудок на левую. Потому что у нас Кане и Вэшет. Кане и Вэшет. Я уже не помню, как по-русски Кане и Вэшет. То есть там, где пища, и там, где воздух. Чтобы там, где пища была ниже, чтобы это так полезно для здоровья. Так это нужно правильно делать, чтобы не поперхнуться. Чтобы не поперхнуться, надо лежать на левой стороне. Не на правой, на левой. И поэтому в Песах мы делаем так, как это мы делали тысячелетия на левой стороне. Говорим благословение и выпиваем бокал вина. После этого, а вот после этого мы по-настоящему моем руки. Сафун, это следующий этап Хагадаш-эль-Песах. То есть то, что было спрятано и нашлось. А что было спрятано, ребята? Афикуман. Вот видите, что было спрятано? Вот что было спрятано. А Витая мне это нарисовала за неделю до Песаха. Она нарисовала и прислала мне на почту, как она этот афикуман мне будет продавать. Представляете? Мы заканчиваем трапезу афикуманом, который наши дети его вытаскивают, пока мы там разговариваем, моем руки, и потом нам продают. Как вы думаете, сколько стоит вот этот афикуман? Сколько? Я предложил, знаете, сколько за него? 50 евро. И мой ребенок сказал, мало, папа. Я сказал, еще 50 долларов дам. Она сказала, мало. И что она попросила? Угадайте, что мой ребенок попросил? Куклу попросила куклу. И тогда согласилась мне отдать афикуман. И потом мы этот афикуман доели. Вот так вот. Так же, как мы ели мацу. Мы его доели. И после этого мы говорим барех. Говорим благословение после еды. И сейчас я его скажу, потому что я не могу закончить трапезу без этого благословения. Дальше, ребята. Дальше халель. Халель. Мы читаем халель. Халель. После чего мы тоже пьем бокал вина. Четвертый бокал вина. Четвертый бокал вина в Песах. И после этого нирца. Нирца это последний, последний пункт. Это мы просим Творца, что все, что мы сделали в Седер-Песах, он принял. Принял всю нашу работу, которую мы отработали. Мы же знаем. Праздник это работа. В будни можно отдыхать, а в празднике мы, евреи, работаем. И после этого мы поем, и после этого мы поем песни до утра. Ну, после четырех бокалов вина до утра поем песни. Вот видите, сколько у нас песен. И почитаем, и читаем. Шир Хаширим. Шир Хаширим. То, что написал Шломо Хамелех. Шир Хаширим.